В предыдущей серии Вот так! Отлично! Быстрее! Левый! Правый! Левый! Правый! Полюбуйся! Вот уже неделю тренируется и днём, и ночью. Он тяжело переживает поражение кальмару и мечтает стать сильнее. Готово! Лейла, взгляни! Из-за ресторанов фитиля закрываются небольшие закусочные. Ого! Ты отличная журналистка, Долли! Правда? Ты серьёзно? И всё! Мне нужно больше! Я растущий робот! Хватит жаловаться! Вы же знаете, мистер Фитиль запрещает нам здесь есть. Вот и отлично! Найди способ кормить нас обедами посытнее. Что? Очнись! Я уже рассмотрел все варианты! Это невозможно! Примени свои умения! Свои таланты! Кажется, я показал себя одарённым актёром. О! У меня идея! А? Ух ты! Их прям неплохо! Хи-хи-хи! Нам остаётся лишь ждать, когда посыпятся денежки! Отлично! Стой! Что? Взгляни-ка! В чём дело? Уроки актёрского мастерства? Странно. Кто его разработал? Сайт явная подделка. Кажется, я придумала, как заинтересовать людей нашей статьёй. В интернете появился поддельный сайт Академии актёрского мастерства Тома Фитиля. Не понимаю, как статья о Томе Фитиле поможет маме Нормана? Да что ты! Ну ладно, подожду тебя здесь. Так и знала, что она опоздает. Хм, посмотрим, чем занимается Том Фитиль. Он знаменит! Его жизнью интересуются все! Благодаря этой статье люди попадут на наш сайт! Не может быть! Что-что? О, нет! Скажите, кто помогает этой женщине? Новостной сайт. Журналистка Долли Пак. Ну что за имя? Две доли за одну неделю. Минутка. Это же та девчонка. Вы знакомы с ней? Кажется, да. Кто вот? И снова в городе случилась неприятность. Но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность. И враг суровый. У нас есть сила и есть ключи. И наших добротов решнут отключить. Давай ты вперед! Давай ты вперед! у нас есть сила, если включи, и наши подогреты лишь на ключей! вперёд молодые силы. и наши подогреты лишь на ключей. вперёд молодые силы и включить, б seals. Аллах и вперёд! Ловушки и падение Эта журналистка приходила на автограф-сессию. Как интересно, сэр. Воспользуемся шансом. Она довольно умна. Она ребёнок. Что? Чем только дети не занимаются в интернете. Забудьте о ней. Я слишком знаменит, чтобы переживать из-за девчонки. Нет. Вместо этого найдите того, кто открыл фальшивую академию. Хе-хе-хе. Ты серьёзно? Да что с тобой? И поэтому мне нужна ваша помощь. Вот список журналистов, которых я хочу пригласить. И список тем для них. Во-первых, школьные новости. Райан Чар. Кроме спортивных новостей, ими займётся Дилан. Так, что ещё? Городские слухи. Может, Нейтан? Ребята, вернитесь! Я не закончил! Дайте договорить! Найму кого-нибудь другого. Скажи-ка, а я могу стать одним из журналистов? Думаю, да. О, нет. Ты не доел. Это очень плохой признак. Что на этот раз? Ну же, ты можешь всё нам рассказать. Роботы умеют слушать. Эээ, босс, можно доесть? Нет. Вы что, не переживаете из-за актёрской академии? Очень скоро Том Фитиль догадается, что это были мы. И он будет в ярости. Так давайте всё ему объясним. Что? У тебя микросхемы под дождём промокли? Я думаю, он простит нас, если мы сами признаемся. И придём не с пустыми руками. Он не любит подарки. Мы можем спеть или, допустим, станцевать. Нет. Я говорю про журналистку Доли. Она мешается ему под ногами со своими статейками о ресторанах. Мы помешаем ей чинить неприятности, а затем ты попросишь у него прощения. Ты ведь человек, верно? Нам свойственно ошибаться. Он поймёт. Хм, что ж. Присмыкаться я умею. Ладно, давайте схватим эту журналистку. Но с чего начнём? Хм, я знаю. Журналисты обожают хорошие истории, и от нашей она не сможет отказаться. Я обожаю страшные истории, от которых трясёт так, что проливаешь какао. Я тоже. Давайте расскажем ей, что на старой фабрике творится жуткое. Она клюнет. На старой фабрике? Мне точно необходимо быть с вами. А что, боишься? Я знаю, это глупо, но... Слышал, там водятся призраки. Поверь мне, босс, мы будем там единственными призраками. Мы будем призраками. Ну ладно, вам не обойтись без моего актёрского таланта. Хе-хе-хе. Так-так, нужно провести генеральную репетицию и заказать новые визитки. Хе-хе. Что? Ух ты, смотри! А? А? Ой, ты спала? Нет, не спала. Просто задумалась. Послушай, Лейла, не забывай на работе называть меня боссом. Мы ведь профессионалы. Ой, извини. Босс, мне кажется, ты должна прочесть это сообщение. Взгляни-ка. Ну, раз ты настаиваешь, минутку. Видишь? Это какая-то подсказка. О, молодец! На старой фабрике творится что-то жуткое. Возможно, нас ждёт сенсация. Ну что ж, довольно неплохо. Ты ведь превратил меня в прекрасного призрака, да? Ещё бы. Хм. Жаль, зеркала нет. Хе-хе-хе. А как же ваш грим? Он нам не нужен. У нас есть маски, светящиеся в темноте. Та-дам! Ох, ух ты, страшно. Босс, пять минут до занавеса. Ну ладно. Так-так, минуточку. Повторим план. Я прячусь и жду их появления. Затем кричу... А-а-а-а-а! Я призрак! А-а-а-а! И выпрыгиваю перед ними. Точно. Ну хорошо. Надеюсь, вам не будет страшно там в темноте. За меня не тревожься. У меня стальные нервы. Они реально сделаны из стали. О-о-о! Туда. Девушки отдыхают Что это? Не похоже на голос ребёнка Что? Что? Отбравься мысленно в счастливое место Мама Мама Ты слышишь? Там кто-то разговаривает Ничего подобного Это наверняка ветер Нам нечего бояться Ладно, хватит с нас Не получается, мне всё равно страшно Где байкерботы? Ну, похоже наш источник не явился Что ж, стой Смотри Кажется, он её нашёл Пойдём Отпусти! Убери руки Чуть не испугался Байкерботы, вы что, забыли про меня? Хватит Я домой Это что? Мой грим? Босс? Пойма! Чуть не упала Спасибо, но... Как вы узнали, что мы здесь? Мы следовали за вами, на всякий случай Так, что же случилось? Там были призраки, видели бы вы их? Призраков не бывает И я так считала, но Лейла тоже их видела Нас кто-то разыграл Взгляните Что? Это маскировка, я нашла её в здании Кто-то явно пытался расставить нам ловушку То есть, отправленное нам сообщение – это обман? Да Хм, ну зачем? Кто мог так поступить? Боже ты мой, я такого громкого храпа ни разу не слышал Это уж точно Ну, хотя бы знаем, что он жив-здоров Когда проснётся, нужно убедить его поучаствовать в конкурсе Существует ли награда за храп? Его любимое блюдо Стой, спящего человека накормить невозможно Босс постоянно ест во сне Видите? Что? Смотрите Ух ты, он реагирует на запах еды Ну что ж, прекрасно Убедитесь, что новую вывеску видно с шоссе А что, с мистером Дилуком произошёл несчастный случай? Он сейчас спит Но у нас много дел Чем он вообще занимался? Резвился на фабрике Врачи прислали отчёт Их поразила плотность его костей Они с трудом провели анализы Если вкратце, то наш худший работник Обладатель очень-очень прочного черепа Здравствуйте, мистер Фитиль Так этот глупец здоров или нет? Судя по медицинскому осмотру, мистер Дилук полностью поправится Но если честно, я и прежде предполагал, что он не совсем в здравом уме Значит он здоров Так, так Осьмебот прекрасно выглядит Я слышал, он решил одну нашу проблемку Можно и так сказать А дегустация проходит нормально? Да, в самом разгаре Кто мог так разыграть Долли? Хорошо, что её спасла офицер О Она невероятно храбрая девочка Но попадает в неприятности Хм Может пора создать для неё Тобота? Она проявила терпение, когда Нейтан заполучил дубль В Давай Нет Это ещё почему? Зачем ей Тобот? Ей просто нужно быть осторожней Она даже не настоящая журналистка И влипла в неприятности по собственной глупости И вообще, даже нам тяжело быть пилотами Тоботов А у неё и без того очень много увлечений Дилан, ты ведь согласен, да? А, ну, наверное Она столько времени тратит на домашку Сомневаюсь, что Тобот будет у неё на первом месте Кори, это несправедливо Твои слова безосновательны Долли любит Тоботов И это прекрасно, что она хорошо учится Но она... Послушайте, ваш папа прав Или вы не переживаете за неё? Нет, 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 нет Раз не хотите, чтобы мы собрали ей Тобота, но при этом переживаете за неё, то одолжите ей своих Тоботов Что? Нет! Значит, решено У Долли появится собственный Тобот Вы согласны? Да Хм, так и думала Офицера, вы что-то обнаружили? Да, посмотри-ка На каждой улице, где закрылись закусочные, открылись рестораны Тома Фитиля Это не совпадение Они расправляются с конкурентами Приём Именно Как говорится, если Заяц не успел к финишной черте, нужно сомневаться в Черепахе Я не совсем понимаю Вы имеете в виду притчу о терпении про Черепаху и Зайца? Ну, знаешь Для офицера полиции эта притча скорее... А, забудь! Съезжу-ка я в головной офис еды от Фитиля Я сделал их журналистами, а они так ничего и не написали Как поживает редактор? Хорошо, вы принесли мне статью? Ха-ха-ха, и не просто статью, а сенсационный репортаж Это то, что нужно! Что за репортаж? Вот, он очень увлекательный Я нахожусь на замечательной ферме, где только что родились прекрасные, здоровые поросята Ну, разве они не милашки? Но! Он меня испачкал! Все восемь поросят вместе с мамой чувствуют себя отлично Фермер пока не уверен, но вполне возможно, ему вскоре предстоит уход за свиньей своего соседа Мэла Это был Доба Терр с репортажем с ближайшей фермы Здорово, правда? У меня мурашки по всему телу Да, очень интересно Это все? Конечно же нет Тебе наверняка понравится и вот этот репортаж Нынешний урожай оказался самым крупным за последние годы И фермеры вынуждены вставать очень рано Они много работают, но их труд того стоит В данный момент я наблюдаю за увлекательным процессом сушки Ребята, я могу вам помочь? О боже, прошу тебя, аккуратней Ну конечно, ищите местные продукты в супермаркетах и на ближайших фермерских рынках Это был Доба Терр с репортажем из самой гуще событий До следующих встреч О, чуть не забыл Я хочу снять репортаж о морковных фермах Ты можешь помочь мне с подбором материала? Эм, нет Нам вряд ли нужен сюжет о морковке Мне почему-то кажется, что Кори не проявил интерес к моим репортажам Может, текст был не очень А? Не доверяйте еде от фитиля Что-то не так, мальчик? А? Стой! Сидеть! Прекрати лаять! Вернись! Мальчик! Бояться нечего! Что это? А? А-а-а! О, нет! В следующей серии А-а-а! Помогите кто-нибудь! Вам предстоит насладиться поразительной силой Тобота-Р! Он вечно смешит меня Этот робот не впервые пытается похитить людей Причем только тех, кто протестует против еды от фитиля Да что вы! Он нападет снова! И нам лучше быть к этому готовыми Нет, мне не назначено Это полицейское расследование Я хочу задать несколько вопросов Извините, это невозможно Почему с ней так трудно? с очень большим интеллектом. Невероятно. Это наш шанс. Что? Мы можем воспользоваться его умом и убедить его справиться с вашими самыми тяжелыми проблемами. В конце концов, у него есть опыт сражения с Тоботами. Девушки отдыхают. Взгляни-ка. Видишь? Это какая-то подсказка. О, молодец. Возможно, нас ждет сенсация. Ну что ж, довольно неплохо. Ты ведь превратил меня в прекрасного призрака, да? Еще бы. Хм, жаль, зеркала нет. Ко вторым плану я прячусь и жду их появления. Затем кричу «А-а-а-а, я призрак! А-а-а!» Есть тут кто? О, было сказано про четвертый этаж, верно? Что это? Не похоже на голос ребенка. Ну, похоже, наш источник не явился. Что ж, стой. Смотри. Поймал. Так, что же случилось? Там были призраки. Видели бы вы их? Призраков не бывает. Нас кто-то разыграл. Взгляните. Что? Кто-то явно пытался расставить нам ловушку. То есть, отправленное нам сообщение — это обман? Так-так. Эсми-бот прекрасно выглядит. Я слышал, он решал одну нашу проблемку. Можно и так сказать. Посмотри-ка. На каждой улице, где закрылись закусочные, открылись рестораны Тома Фитиля. Это не совпадение. Они расправляются с конкурентами! Съезжу-ка я в головной офис еды от Фитиля. Что-то не так, мальчик? Стой! Сидеть, мальчик! Бояться нечего. Что это? О, нет! Кто вот? И снова в городе случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность, и враг суровый. У нас есть сила, и есть ключи, и наши таймы нас лишь трудно включить. Давай, ты вперед! Умники и умницы Дома Тер Трансформация! Помогите, кто-нибудь! Я спасу вас! Еще одно успешное спасение! Вам лучше бежать, пока вы снова не попались! Спасибо, Тобот! Это мой долг! Этот кальмар все сильнее! Сколько же у него щупальцев! Я нахожусь на матче по армрестлингу, который только что превратился в побоище! Вам предстоит насладиться поразительной силой Тобота-Р! Он вечно смешит меня. Ну, хорошо, друг мой. Тяни очень медленно, чтобы оторвать щупальца. Спасибо, капитан Очевидность! Эй, детишки, не повторяйте этого дома! Ой, похоже, тянули сильнее, чем нужно. Какой беспорядок! Вы не ранены? Не-е-е-е! Ай, пустяки! Мы должны были поймать его! Этот робот был у нас в кармане. О, отцепись! Отцепись! А, нет! Столько тренировок, и я все пропустил! Прием! О, не переживай ты так! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Секундочку, ребята! Этот робот не впервые пытается похитить людей. Особенно тех, кто протестует против еды от фитиля. Да что вы! Отцепись! Он нападет снова! И нам лучше быть к этому готовыми! Я не смогла выяснить, кто нас разыграл. Но мы продолжим расследование. Уж ты не сомневайся! Лейла, мне пора! Позже поговорим! А? Привет, Норман! А? Дуаля, это ты! А? О, нет! Не ушися! Ты что, один? Угу. А? Ой, тебе наверняка больно! Где ты живешь? Я помогу тебе умыться! Есть кто дома? Хм... А где твоя мама? Не знаю. Я проснулся утром и не смог ее найти. Правда? И ты сейчас совсем один? Угу. Так пойдем со мной. Мы найдем ее. Не переживай. Поживешь у меня, пока мама не вернется. Хорошо? Хорошо. Вот мы и дома. Уютно, да? Ладно, пойдем умываться. Сморкайся! Сильнее! А ну-ка! Хм... Хм... Коленка быстро заживет. Да что с этой глупой машиной? А? О-о-о! Вкусняшки. Благодарю вас за помощь. Машина будет как новенькая. Уверяю. Но я хочу спросить. Вы не будете против... О-о-о! Мне нужно ответить! Что? Ты шутишь? Хочешь сказать, она так и не оставила залог? Ступай! Догони ее! А затем тут же перезвони. О-о-о! Надеюсь, все в порядке? Да так, это по работе. Так что вы хотели сказать? Э-э-э... Да. Я хотел спросить, можно ли превратить вашу машину в топота? О-о-о! Так и знала, так и знала! Миссис Пак? Да, конечно, можно. Уверены? Не переживайте, я вам доверяю. Не сомневаюсь, вы сделаете все, что необходимо. Прошу прощения, у меня дела. Ну, ты догнала ее или нет? Не отпускай ее! Я уже еду! Нет, мне не назначено. Это полицейское расследование. Я хочу задать несколько вопросов. Извините, это невозможно. Вам не разрешено входить, и я не имею права делиться сведениями. Да, я понимаю, что это неофициальный визит, но ваша помощь была бы очень кстати. Я бы с радостью помогла, но это невозможно. Зайдите в другой раз. Или вообще не заходите. Почему с ней так трудно? Что-то не так. Но что? Это сделал Тобот? Да. Это неприемлемо. Следовало взять более прочные детали. Вам ли не знать? Не говорите, что удивлены. А, этого не случилось бы. Используй вы сплав Титана. Тобот Эр, без сомнения, мощный робот. Если вы хотите выстоять в следующем бою, предлагаю использовать сплав Титана и никеля со свойством памяти. Дюрармини слишком хрупкий. Хе-хе-хе-хе. Похоже, Дилук вновь пересмотрел документальных фильмов. Увы, у нас нет возможности создать подобный сплав. Хе-хе-хе. В таком случае, приготовьтесь к победе Тоботов. Позвольте помочь вам. Мистер Дилук, вы хорошо себя чувствуете? Хе-хе. Боюсь, наш друг прав. Впервые в жизни. Потрясающе. Похоже, после падения он превратился в гения. Его мозг излучает альфа-тета волны, которые наблюдаются лишь у людей с очень большим интеллектом. Хе-хе. Невероятно. Как это случилось? Он стал раздражать еще больше. Хм. Это наш шанс. Что? Мы можем воспользоваться его умом и убедить его справиться с вашими самыми тяжелыми проблемами. В конце концов, у него есть опыт сражения с Тоботами. Отлично. Наконец-то этот чудак нам пригодится. Впрочем, есть одна проблема. Какая? Он стал умным. И, возможно, перестанет нам слепо подчиняться. Он может стать опасным. Не переживайте. Помните, он мой большой поклонник. А поклонники выполняют все, что я скажу. Пока, Норман. Мне пора в школу. До скорого. Привет. Привет. Доброе утро. Привет. Как дела? Норман, что ты делаешь? Секунду, ребята. В чем дело? Что с тобой? Я хочу с тобой. В школу? Норман. Прости. Я бы рада взять тебя, но не могу. Поиграй пока с моей мамой, ладно? Пока. О! Похоже, Доли выронила сборник сказок. Давным-давно в далекой-далекой стране жил-был любимый всеми король. О, какой же он мудрый, говорили жители королевства. Ты очень хорошо прочитала. Кто продолжит? О! Тебе помочь? А? Кыш! Уходи! Он пришел к Доли. О, это твой младший брат? Вообще-то, он просто друг, мисс. Ничего, пусть войдет. Не знаю. Может быть, завтра. Что? Что? Нет. Почему у наших дверей полиция? Полагаю, что полицейские пытаются связать закрытие конкурентов с открытием наших ресторанов. Хм, почему это интересует полиция? Помогать другим так скучно. Ну ладно, нужно что-нибудь придумать. Они не должны найти Асьмибота. Ну, что вы предлагаете? Похоже, она одна. А значит, нам нужно просто избегать ее. Отлично. Так и поступим. Ха-ха-ха-ха. Полагаю, вам не помешает мой совет. Вы хотя бы раз пробовали думать на пару шагов вперед. Что еще? У вас какая-то идея? Ну что ж, прошу вас, поделитесь ею. Ваши действия лишь временные меры. Было бы значительно эффективнее отвести от вас все подозрения одним ударом. И что вы предлагаете? Прошу вас, скажите. Почему бы не продемонстрировать полиции, что вы и сами жертвы? Что-что? Почему вы разгуливаете по моему кабинету? Мне это не нравится. Хм... А знаете, что мне не нравится? Вы въехали сюда несколько месяцев назад, а кошки так и висят на стенах. Ха-ха-ха. Я знаю, что это означает. Вы невероятно ленивы. Что? Да как вы смеете? Успокойтесь, не обращайте внимания. Не забывайте, нам нужен его ум. Итак, что же вы предлагаете? Как нам отвести подозрения от полиции? Это очень просто. Разуйте глаза. Вам нужно лишь закрыть один из ваших ресторанов. Еще лучше, если это будет самый популярный ресторан. Готов попробовать мое новое блюдо? Ага. Так вперед! Горячо. Да? Тогда подуй. А? Кто это? Кто там? Здравствуйте, мистер Чар! Рад, что ты дома. Да? А в чем дело? Вот, возьми. Хм... А! Заботься о нем. Ух ты! Это мне? Большое спасибо! Давай дружить. Отныне я буду заботиться о тебе и беречь. Хе-хе-хе. Красные точки закусочные. Они все закрыты. По загадочным причинам. Видите фиолетовые точки? Это ресторан и еда от фитиля, открывшийся сразу после этого. Взгляните. Практически в каждом месте, где были закрыты закусочные, тут же появились новые рестораны. Вам не кажется это странным? Что по-вашему произошло? И как нам доказать, что это непростое совпадение? Хм... Я согласен. Это и впрямь странно. Ах... Вот именно. Рада, что вы согласны, сэр. Ну, хорошо. Сообщите мне, когда все выясните. О-о-о! Отличная мысль! Вы молодец! Можете приступать. Пока, малыш! Увидимся после школы, ладно? А? Я готов к школе. Ты опять хочешь пойти со мной? Ага. Не сегодня. А? Ну почему? В прошлый раз разрешили же. В прошлый раз ты уже был в школе. Но сегодня тебе придется остаться. Тебе со мной нельзя. Когда вернусь, то обо всем тебе расскажу. А потом вместе почитаем. Видишь часы? Вернусь, когда маленькая стрелка дойдет до тройки. О нет, опаздываю! Пока, Норман! И еще одно. Один, на детскую площадку больше не ходи. Это небезопасно. Да, Ли. А что случилось со всеми макаронами? Ах, да! Мы с Норманом занимались творчеством. Знаю, я должна была сначала спросить разрешения. Прости меня. О-о-о. Так вот куда они делись. Тогда попозже приготовлю еще. Его маму уже нашли? Не знаю. Не думаю. Пока, это за мной! Раз, два, три. Я дома, Норман! А? Привет! А? Доли, подожди! Ты куда? Не надо! А? А? Не уходи! Пожалуйста! Вернись! А? Мамочка! Доли пришла! Ты дома! Посмотри! О, это я! Хороший рисунок! А? Может, поиграем? Прости, я помню, что обещала, но у меня много уроков. Привет, малыш! Может, вместе позанимаемся? Ты будешь очень умным! Верно? Ну, конечно, будешь! И вскоре станешь Тоботом! Нам будет так весело вместе! Квадратура круга и с квадратура бесконечности! Странно. Как он мог так внезапно стать умнее меня? Может, начать носить очки? Не думайте об этом, сэр. Главное — это уверенность. Вспомните, сколько раз вы убеждали людей, что у вас имеются гениальные идеи, хотя их не было. Когда мы приступим к выполнению его плана? С датой определились? Хм. План уже выполняется. В следующей серии. Держись! О, нет! Стоп! Это что, новый ресторан Тома Петеля? Значит, он не виновен? Похоже, пожарным нужна помощь. А сейчас, дамы и господа, выстрел водой! О, чуть не задело! Спасибо! Я помогу вам своим водометом! Это ты виноват! Из-за тебя Доли не хочет играть со мной! Не расстраивайтесь. Жаль, конечно, что вы напрасно потратили время, расследуя дело о ресторанах, но вы хотя бы попытались. Да, вы правы. Спасибо, доктор Чар. Думаю, мне стоит присоединиться к Нейтану и заняться патрулированием. Если пожары повторятся, ему понадобится помощь. Да и до Сити лишится всех ресторанов, если мы не докопаемся до сути. Я на всякий случай перейду в режим чрезвычайного патрулирования. Ну что, готова? Попробуй! ТОБОТ-ДЕ! ТРАНСФОРМАЦИЯ! ТРАНСФОРМАЦИЯ! В предыдущей серии... Помогите кто-нибудь! Я спасу вас! Я нахожусь на матче по армрестлингу, который только что превратился в побоище! Ещё одно успешное спасение! Эй, детишки, не повторяйте этого дома! Ой, похоже, тянули сильнее, чем нужно. Какой беспорядок! Вы не ранены? Ай, пустяки. Мы должны были поймать его. Этот робот не впервые пытается похитить людей. Причём только тех, кто протестует против еды от фитиля. Да что вы! Это неприемлемо. Следовало взять более прочные детали. Вам ли не знать? Ха-ха-ха. Не говорите, что удивлены. А, этого не случилось бы, используя высплав титана. Позвольте вам помочь. Мистер Дилук, вы хорошо себя чувствуете? Ха-ха-ха. Потрясающе. Похоже, после падения он превратился в гения. Его мозг излучает альфа-тета волны, которые наблюдаются лишь у людей с очень большим интеллектом. Почему у наших дверей полиция? Полагаю, что полицейские пытаются связать закрытие конкурентов с открытием наших ресторанов. Полагаю, вам не помешает мой совет. Вы хотя бы раз пробовали думать на пару шагов вперед. Что еще? У вас какая-то идея? Разуйте глаза. Вам нужно лишь закрыть один из ваших ресторанов. Еще лучше, если это будет самый популярный ресторан. Кто там? Здравствуйте, мистер Чар. В чем дело? Вот, возьми. Заботься о нем. Ух ты! Это мне? Большое спасибо. Давай дружить. Отныне я буду заботиться о тебе и беречь. Хе-хе. А! Как он мог так внезапно стать умнее меня? Он как уменьшим, он дружит бесконечности. Когда мы приступим к выполнению его плана? С датой определились? План уже выполняется. Кто вот? И снова в городе случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность и враг суровый. У нас есть сила и есть ключи, и наших колбасов лишь трудно включить. Доводы вперед! Пункт назначения Д. Эх, держись! О, нет! Стоп! Это что, новый ресторан Тома Фитиля? Значит, он не виновен? Похоже, пожарным нужна помощь. Поможем? Прием! Хорошая мысль. Тоба-Ц! Пора трансформироваться! Прошу всех отойти! Не выходить из-за ограждения! А сейчас, дамы и господа, выстрел водой! Говорит Тобот Эр, я занимаюсь тушением пожара в новом ресторане. Ну что, попрощаемся с огнем? За работу! Прошу всех отойти! А? А теперь душ! Мучает жажда! О, чуть не задело! Спасибо! Я помогу вам своим водометом! Как видите, пожарные мужественные люди. Они настоящие герои! Вопрос на засыпку. Вы знаете, что нужно делать, оказавшись в горячем здании? Нет, нет, нет. Дым в помещении может сильно затруднять дыхание. Если видите дым, то огонь, возможно, очень близко к двери. Прежде чем открыть дверь, коснитесь дверной ручки тыльной стороной ладони, чтобы убедиться, что она не горячая. Если все в порядке, откройте дверь и, пригнувшись к полу, спокойно направляйтесь к выходу. О, спасибо, пёс-обот! Чтобы выбраться наружу, ищите таблички, указывающие на выход. Нет, 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 нет! Никаких лифтов! Электричество может быть отключено в любой момент, а в шахтах может быть дым, что представляет опасность. Поэтому воспользуйтесь лестницами. Но не бегите, чтобы не упасть. Поэтому, мои маленькие мыслители, разработайте план эвакуации на случай пожара и регулярно отрабатывайте его со всей семьёй. Что ж, до новых встреч! Напоминает, регулярно проверяйте пожарную сигнализацию. Безопасность прежде всего! Это ты виноват! Из-за тебя Доли не хочет играть со мной! Привет, ребята! Привет! Спасибо, что заехали! Не за что! Ой, диктофон забыла. Подождите минутку. Вернусь за ним. Хорошо. Ты скучный и злой. Уходи! А? 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 Ты был в моей комнате? Я искал карандаши. Карандаши? Они в гостевой. Ой. Не расстраивайтесь. Жаль, конечно, что вы напрасно потратили время, расследуя дело о ресторанах. Но вы хотя бы попытались. Да, вы правы. Спасибо, доктор Чар. Думаю, мне стоит присоединиться к Нейтану и заняться патрулированием. Если пожары повторятся, ему понадобится помощь. Вы считаете всё настолько серьёзно? Да, боюсь, что так. Да и до Сити лишится всех ресторанов, если мы не докопаемся до сути. Я на всякий случай перейду в режим чрезвычайного патрулирования. Мне нужно обратно в участок. Звоните, если понадоблюсь. Я вернусь после смены. Спасибо, вы лучше всех на свете. После недавнего пожара с сети ресторанов «Еда от Фитиля» сняты все подозрения. Полиция сомневалась в мотивах... Элегантно, не правда ли? План сработал, как я и говорил. Вы и впрямь в кои-то веки справились. Вы не поверите, но это лишь вершина айсберга. Это метафора. Если уж вы такой умный, мистер Дилок, то почему не закончили модернизацию Асьмебота? Воспользуйтесь своими мозгами. Готов? Ку-ку! Хе-хе-хе-хе! Я скоро вернусь. Хе-хе-хе-хе! Что с тобой? Ну что, готовы? Попробуй. ТОБОТ-ДЕВС! ТРАНСФОРМАЦИЯ! Посмотрите на него! Какой он замечательный! Он странно себя ведёт Дэ, поздоровайся с Долли, твоим пилотом Да, а ну-ка, представься, наконец Он смущен и дезориентирован Первые трансформации всегда пугают, вот что я помню В чём дело? С ним что-то не так, пап Вы не могли бы выйти? Вас тут слишком много Дэ, возможно, стесняется Ладно Ну, эм, где он? Вон там, в углу Мистер Чар, с моим Тоботом что-то не так? Все узлы исправны, соединения тоже А система? Тоже в порядке Так в чём же дело? Ну, возможно, что-то не так с ядром Сомневаюсь Долли чуткая и заботливая Ядро не должно было стать таким беспокойным По какой-то причине Оно не чувствует себя в безопасности Она мечтала о Тоботе больше всех остальных Она любит это ядро О нет, он сломался Тобот Дэ, остановись Я уже пыталась, но он не слушается Придётся попросить других Тоботов остановить его Делай, как я К юным Тоботам нужно относиться трепетно и нежно Привет Прошу, возьми меня за руку Я тебя не обижу Нет! Вот так Ух ты, какой он прыгучий Смотри, как надо Ха, смотри Тут не обойтись без скорости Уху Дэ, постой И это улучшенный СМИ-бот Он точно такой же Ошибаетесь И сильно Судите о книге по обложке Ха Что он делает? Кем вы себя возомнили? Опять пытаетесь уничтожить моего СМИ-бота? Стоп! Потрясающе И царапины С этого момента меня, Дилука Октавия Наследника древнеримского императора Будут называть лишь одним именем Всё верно Как и всех великих нашего времени Давно нужно было это сделать Господа Зовите меня Дилук Тавием Это новая эра И, кстати, все контракты Подписанные мною с Томом Фитилем Будут пересмотрены в мою пользу А теперь Можете поаплодировать Дабы выразить мне свою преданность и восхищение Аплодируйте и не переживайте Уверяю вас, сэр Эта глупость продлится недолго Да здравствует Дилук Тавий Ура! 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 Пользуйся им, чтобы его контролировать Если начнёт бежать, попади в него стрелой И он остановится Но не позволяй ему трансформироваться Пока мы не отыщем причину Прости, Дэ Тебе страшно? Тебе какое-то время нельзя будет бегать Хорошо? Хорошо? Боже мой Это очень плохо Как нам всё исправить? Видите ли, в ядре Вся сущность Тобота Ядру больно И поэтому Дэ ведёт себя нестабильно Хотите сказать, кто-то обидел ядро Дэ? Угу Думаете, я его чем-то расстроила? Я всегда была с ним нежной А кто-нибудь ещё мог с ним разговаривать? Нет Я всегда запираю дверь в комнату А? Ты был в моей комнате? Я искал карандаши Норман! Вот ты где! А это ещё зачем? Для защиты головы А смысл? Я же говорил Она набита хламом Я вас слышу Не забывайте, что я гений Осторожней Я гений И со мной нужно обращаться бережно Видите ли, у Эго очень утончённый темперамент Ваше Величество Вы не могли бы снова употреблять простые слова? Я использую речь, которая соответствует новому рангу Купите словарь Может, новое что почерпнёте? Да, сэр Скажите мне Для чего все эти комнаты? Что? Эти? В них Фитиль проводит свои дегустации Глупый недальновидный человечешка Немедленно позовите его Мальчик испытывает тревогу из-за разлуки Что? Это страх разлуки с человеком Рядом с которым он чувствует себя в безопасности Долли, ты относилась к нему хорошо после знакомства? Да Скажи, ты стала к нему не столь внимательна после того Как доктор Чар вручил тебе ядро? Да Всё ясно Бедный Норман Ему показалось, что ядро заменило его Он сердился И пока тебя не было дома Говорил ему всякие гадости О нет Всё из-за тебя Будь ты добрее к Норману Ты бы не испортила это ядро Кори, ты несправедлив Все мы совершаем ошибки Я бы такую ошибку не совершил Ты бы стал игнорировать друга Нет, наверное Вот, видишь Это она всё испортила Хватит Он прав, доктор Чар Я не обращала на Нормана внимания И он приревновал к ядру Жаль, что нельзя вернуться назад и всё исправить Увы Слишком поздно Ну что-то Что же нам делать? Не переживай, Франклин Долли одарила ядро большой любовью Мы всё исправим После починки всех цепей Он восстановится как минимум на 80% Но нам непременно нужно пригласить Нормана Он восстановит оставшиеся 20 Минутку, чуть не забыл Сегодня мой черёд патрулировать Послушайте Будьте внимательны, хорошо? Приглядите за Дедом И его завтрашнего возвращения Да, сэр Вот что я сделаю Норман Ты здесь? А? О, боже Мама Где ты? Ах Ну и жара Не хотите машинного масла? О, да-да Двойную порцию со льдом А мне, пожалуйста, мягкое и без пены Норман Норман Где ты? Норман Вернись Мне так жаль Простите нас Дэв остановился быстрее, чем мы думали Нужно найти его Иначе у нас будут неприятности Я за Если папа узнает об этом, он нас накажет Где будем искать? У каждого Тобота есть устройство слежения Верно, Икс? Верно Кто знает сигнал Д? Аааа Меня не спрашивайте Есть Вот он А? Мама Здесь и исчез сигнал Мы наверняка недалеко, верно? Может, поискать внизу? Сюда Ваше Величество Вы должны это видеть Босс Смотрите Что? Похоже, сегодня мой счастливый день Схвати этих детишек Есть, сэр ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»